Дедушка, садитесь. 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 Садитесь. Дедушка, садитесь. 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 Мы встречались уже с ним здесь, в Америке живя, особенно когда я работал не так далеко от мозга, ему было, наверное, минут 15-20 ходьбы, он каждый день, каждое утро делал эти прогулки, это буквально несколько лет до того, как он попал в госпиталь, после чего были эти тяжелые осложнения. Он всегда заходил ко мне, проверял, или Генен Трок стоит на парке Лачи, спрашивал меня, как дела, всегда говорил, Коля, молись за моих детей, я за твоих молюсь, потому что это наше сокровище, оно должно быть с нами в небе. Поэтому это действительно драгоценно пред Богом, то, что были и есть такие люди, которые именно живут для того, чтобы исполнить волю Божию здесь, на этой земле. Поэтому, да благословит нас Господь, еще хочу сказать о том, что мы действительно не скорбим, но имеем эти переживания, разлуки, потому что это близкий человек, особенно жена, дети. И всех, кто близко имел с ним в жизни, это переживание. Мы имеем на страницах Священного Писания, в частности, мы тоже слышали сегодня там, в молитвенном доме, это увещевание апостола Павла, где он пишет в 2-м послании Коринфянам, 5-й главе, 1-х стихах. Это не то утешение, но великое обетование, когда он говорит, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом вырукотворенный, вечный. И мы вот свидетели тому, что эта хижина, этот домик, в котором жил наш брат, она уже бездыханная, и она действительно будет подвержиться разложению и разрушению. Но благодарение Богу, что мы имеем там от Бога. Сам Бог, Иисус Христос, приготовил каждому дитяке своему вот это нерукотворенное жилище, в котором мы будем жить вечно. Поэтому, да благословит и утешит вас Господь, и ободрит в том, на встречу, что мы встретимся с Ним там, в небе, у ног нашего Господа Иисуса Христа. Но дни жизни нашей определены именно вот так. Для каждого человека, как и написано, в частности, Владимира Михайловича, написано, 84 года, 2 месяца и 23 дня. Ни одного дня больше, ни одного дня меньше, но именно в таком возрасте. И все это контролирует наш Господь, поэтому добудет Его имя благословенно и прославлено. И в заключение хочу еще утешение или пожелание прочитать. Первое послание филосфалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи. Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призвавший вас, который и сотворит все это. Поэтому, да благословит всех нас Господь и вас, дорогие родные, жить этой надеждой на встречу с своим отцом, дедушкой. А если у кого-то сегодня нету того должного и настоящего мира с Господом, если посещают сомнения, что эта встреча будет, то да благословит вас Господь в том, чтобы Дух Святой посетил ваши сердца, ваш разум, для того, чтобы открыть вот именно это великое блаженство, приготовленное Богом для человека, всякого, кто принял его как своего личного спасителя. Да будет имя нашего Господа благословенно и прославлено. Аминь. Мы сейчас еще помолимся. Владыка неба и земли, Отец наш небесный в этот час, в этом месте, вот находясь на месте погребения нашего дорогого брата, склоняемся предвеличением Твое им безмерно, благодаря Тебе за то, что так прилика Твоя любовь ко всем живущим на земле, явленная в том, что Ты свое определенное время послан на эту землю, своего единородного Сына Иисуса Христа, Спасителя нашего. Иисус, дорогой, за то, что Ты пришел на эту землю для того, чтобы совершить эту великую жертву милостивления за грехи и беззакония всего человечества. И мы благодарны Тебе сегодня за то, что Ты коснулся каждого из нас в свое время, в свою очередь, когда-то коснулся Ты Духом Святым, вот и брата Мишу, и провел его по этой жизненной дороге, утешая его, утверждая, укрепляя ли сегодня он находится там с Тобой. Мы милостью Тебя просим на нас, которые уже на этом пути. Даруй нам милость в том, чтобы мы, болствуя, молясь, друг за друга, в полном уповании и доверенности Тебе совершали свои эти дни жизни, которые Ты назначил сам для каждого дня для нас. И в этот час просим, будь милости к нам, благослови и здесь, нас на этом месте, когда мы по Слову Твоему должны придать тело в раху. Да будет и в этом, в жизни, и в смерти, и имя Твое лишь благословенное и прославленное, будь Ты всего достоин, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Мы споем «Встретимся ли мы с Тобою?» Не споем «Встретимся ли мы с Тобою?» Не споем «Встретимся ли мы с Тобою?» Более чистые текут, да мы встретимся с Тобою над чудною, над чудною векою. Иисусу мы будем служить над прозрачной векою, чистой и светлой по Христам. Аминь. 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 Твою тяжкою целою, Огнец нам его открыл. Да, мы встретимся с тобою, На чудною, на чудною рекою. Там всем волкаемой хвалою, Иисусу мы будем служить. Там сиянье над лекою, И Христа мы будем зреть. Да, на землю над тобою, Исходим, чтоб умереть. Да, мы встретимся с тобою, На чудною, на чудною рекою. Там всем волкаемой хвалою, Иисусу мы будем служить. Скоро будем над лекою, Скоро путь придет к концу. Скоро встретимся с тобою, На чудною, на чудною рекою. Там всем волкаемой хвалою, Иисусу мы будем служить. Три стиха из Евангелия Иоанна, Мы прочитаем с 14 главы. Да не смущается сердце ваше, Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много, А если бы не так, Я сказал вам, Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, Приду опять, возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Три небольших мысли хотелось бы оставить для всех нас. Понимаю, что это сегодня наше собрание не для Михаила Владимировича, он уже у Господа. Сегодня это для нас, чтобы, как Христос сказал своим ученикам, Это была последняя неделя его жизни на земле. Дальше были такие события, Которым они точно не были готовы. Будет над тем учителем, над тем, Который воскрешал, подымал, исцелял, Вот эта толпа будет глумиться, унижать, Приводить его в самое страшное состояние. А когда надсмеются над ним, Они его просто распнут. И вот в этом всем, чтобы не разочаровалось их сердце, обращаясь к своим ученикам, Они на все были готовы, но к этому моменту точно внутренне они не были готовы. И Господь сказал наперед, Да не смущается сердце ваше, Бога и меня веруйте. Это самое ценное, когда наша будущность, наша вера в повседневных жизнях, Другой раз скорбя в трудностях, где-то подвержена какому-то сомнению, смущению. А за что меня это постигло? Другой раз слышу такие вопросы. Ну я же вроде бы не грешнее других. Но земля это не рай, и мы должны с этим согласиться. Земля это поприще, по которым должен пройти человек до дня встречи с собою. И через все это, когда читаем мы книгу Иова, Думаю, настолько сильная душа, праведник, А он задает себе вопрос, Господи, а когда умрет человек, будет ли он жить? Пришло сомнение в один момент. Будет ли это? Есть ли надежда для нас дальше продолжить нашу жизнь? И действительно Христос к ученикам своим обращается и говорит, Да не смущается сердце ваше. А после, когда он говорит, я знаю, жив мой Искупитель, И он в последний день восставит плоть мою свою, Да и я увижу своими глазами, увижу его. Какая надежда сокрыта. Когда человек вот сердцем своим, духом своим, Вот держит этот контакт с Господом, последствием Духа Святого. Сегодня мы просто еще раз хотим себя как-то подбодрить этой надеждой, Потому что мы живем в теле, и действительно информация нашей ветхой природы, Она в другой раз разрушает наш дух и душу, наше упование на Господа. Но Господь в тот момент заверил учеников в свои склады, Да не смущается. Пройдете, увидите, но вы должны быть непоколебимы. Я вечен, и вы будете вечны. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Вот веришь ли сему, когда-то Христос сказал Марфе, Вот, то есть увидишь, это истина библейская. Сегодня я хотел бы просто ободрить. Но оно тоже условно, как мы того раз поем в этом прекрасном тиме, Если во свете мы ходим, если Он с нами живет, Когда Он в нас, эти обетования для нас, когда нет, Другие страницы Библии открываются для такого человечества на этой земле. Это факт. Второе говорит, когда не смущается, Я иду приготовить вам место. И Он уходил от них, и последний раз, поднявши руки, Он их благословит и оставит. Конечно, мы живем на земле, где разные социальные условия для людей, Даже в Америке. Я не говорю за Африку, Не говорю за другие бедные страны, где у людей, ну, нечего ни жить, ни где спать, ничего. Здесь люди выбор, как-то помню одного такого жителя в Лос-Анджелесе, Спросил, лучше, ну, я эмигрант, языка нету всего. Кормлю семью, живу в доме. Говорю, почему ты живешь на улице? А он улыбается, говорит, да это мой выбор. Это действительно выбор у людей, но если нету этого выбора, Где люди действительно живут в этих условиях, И вот это Слово Божие, Слово нашего Господа Иисуса Христа. И он, обращаясь к ученикам, через многое они пройдут, Не всегда у них будут хорошие условия. Та цивилизация того времени, она далеко от той цивилизации, В которой мы с ним живем, в тех удобствах, во всем. И он говорит, знаете, а я иду приготовить вам место. Это новый Иерусалим, это новый дом обитания верующих во имя Господа. А если бы не так я вам сказал, то, говорит, я сделаю это для вас. И уже в 2000 лет с того момента, когда это Слово было оставлено, И мы, когда читаем книгу Откровения, где Иоанн говорит, я видел подобие. Конечно, наш глаз, наше сердце, наше ухо, Как вернувшийся апостол Павел говорит, слышал слова неизречен. Мы не можем этого объять. Это действительно наша природа еще ограничена в понимании Этих глубоких небесных ценностей, которые Господь даст любящим Его. Я вам приготовлю. Там не будет бездомных, там не будет тех, кто будет нуждаться в ренте, Искать, где жить, за что кушать, где купить, какие пособия. Там все обеспечено будет теми, кто любит Господа. Там говорит, я иду, я вам приготовлю, я буду с вами. Это только для детей Божьих. И мы понимаем, что это вера наша, вселившаяся в наши души, Духом Святым. Этот месседж Господь оставляет на нас, чтобы мы держались, Жили святой жизнью, любили Господа, благоговейно относились к Нему. И последнее Он им скажет, знаете, вот когда я приготовлю, я пойду, я приду и возьму вас, чтобы вы были там, где я. Вот этот момент, конечно, все мы ждем, даже, думаю, в пожилом возрасте, не физической смерти, а лучше восхищения. Ну, я помню сейчас с детства, где жили люди, которые ушли давно, тоже жили этой мыслью. И это действительно приятно, быть восхищенными на облаках. Ну, Христос говорит, когда я посчитаю нужным постучаться в твой дом и прийти, и тебя забрать отсюда. То есть, это Он поставил эти времена обитания. Это не наше дело, приходит время. У каждого приходит момент, когда эта встреча с Богом будет. Я приду и заберу. Брата и сестра, все, кто пришли сегодня сюда, действительно, вот к этому дню надо готовиться. К этому дню, в каждом дне, чтобы было это внутреннее желание, Господи, мы не стыдимся тебя. Мы готовы к этой встрече. Наша жизнь в этой духовной борьбе, но мы верим в тебя, мы доверяемся тебе. Мы действительно то место неба, мы считаем лучшим, чем временные эти блага, которые мы имеем сегодня. Да благословит нас Господь сегодня, действительно, при всем том, что мы видим. Мы не скорбим, как прочие люди. Но действительно, мы сроднены очень сильно в нашем расцвет, в наших отношениях, в вспоминаниях. Вот Бог дал человеку память, все то доброе, что сделано людьми. Хуже, когда бывает, помним то, что стоило бы оставить. Но все равно это как-то согревает наши чувства, нас соединиет. Потому что человек это не просто чисто физическое существо, но это духовное существо. И сегодня, если бы сказать, вот спросить самых пожилых, постарела душа? Абсолютно нет. Кажется, все бы дело, к чему есть стремление, но наша природа ограничена. Плоть, она подвержена твению, это факт, разрушается. А дух и душа должны за дня в день обновляться. Дай Бог нам милость, чтобы это сегодня еще раз возможность побыть вместе здесь с близкими Михаила Владимировича. Тогда вот как-то еще раз освежить в нашей памяти Божьи принципы, наши отношения к Нему, чтобы, когда Он придет, чтобы всегда, Господи, гряди Господи, потому что мы Тебя ждем. Благослови нас, Господь. Хотел бы заметить, что не во всех и не всем дано такое благо, вот он эти пять лет, изо дня в день, конечно, понимал, что легче уже не станет. Это было время глубочайшего вот еще такого духовного и пересмысления из жизни, вот, чтобы с Богом помолиться внутри у себя, вот, говорить Богу. Но хочу заметить, не у всех так жизнь заканчивается. Кто-то в один миг и действительно уже на встрече с Богом. У кого-то инфаркт, инсульт, много чего. Вспоминаю, когда приехал в госпиталь к одной семье, муж стоит, жена уже, только аппараты качают, кровь, и он говорит, слушай, давай так скажем Богу, ну, хоть на полминуты, чтобы она открыла глаза, я хочу кое-что сказать ей. Вот хоть немножко, думаю, Господи, вот так в один момент, и уже невозможно ничего развернуть в отношениях, да, благослови нас Бог, чтобы наши отношения в каждом дне выстраивали соответственно тому, чему учит нас Слово Божие. Аминь. Мы сейчас споем, потому что мы будем закрывать крышку уже гроба здесь, посмотрите, попрощайтесь, мы его оставляем здесь так. Для того, чтобы дальше процесс пошел, нужно убрать палатку, нужно все это убрать, и они тогда подъедут сюда. У них нету таких возможностей сразу опустить, это делается на этом кладбище, приезжает их техника, и они опускают вместе. То есть нам придется немного или отойти, или просто оставить уже, потому что я их даже близко здесь не вижу, да. Ну а на этом мы хотели бы спеть, и, пожалуйста, время для вас, чтобы вы могли еще раз как-то попрощаться, увидеть, это будет в последний раз, видеть тот образ, который был с вами на фотографиях, видите, конечно, он будет вместе. Так что, пожалуйста, и споем. Час, когда труба Господня над землею прозвучит. Час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, Имена у всех спасенных в перекличке повторить, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке буду я, на небесной перекличке. Там по милости Господней буду я. День блажен и воскресенья всех умерших на кресте, Во дворении их в обители царя. Все святых, омытых кровью, пролитой на кресте, Зазовет он и на звук отвечу я. На небесной перекличке буду я. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Дай трудиться для тебя, Господь, Любовью всем служит, с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу, мне земную ты сложи, На небесной перекличке буду я. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Я лучше смотрю на небесной перекличке, там по милости и б Dashemos-Ace JESSuspahls Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Соломон Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...